Скажем так, люди живут, хотят что-то в жизни сделать, что-то получить, но почему-то одни оказываются в неком рабстве, когда они ничего не получают от того, что их развивает, а у них только забирают, а другие реализуют себя, развиваются, и у них, у этих людей, которые реализуют себя, тоже со временем происходит падение. Я говорю из опыта, когда ко мне приходили люди, достаточно обеспеченные, весьма много, скажем, и денег, людей в подчинении, и они уже, скажем так, падали, разрушались. Мы уже обсуждали эти темы, но вот более конкретно. Дело в том, что можно учить кучу различных правил, как когда-то я занимался голоданием, оздоровлением, и куча систем. Это вот разная, Малахов, Отцу Занишек, Пихер Бейнер, такие вот разные, физиологи, подвижники здорового образа жизни, и вот куча у меня было там, на стене много висело всяких наклеек, разрисовок, что с чем соединяется, как что когда делать, амбулные календари, и так далее. Но это все весьма субъективно каждый подает. У меня тоже есть своя субъективность, оно, как бы говоря, подобное к подобному, поэтому созданы вот такие школы, где люди притягиваются в подобное, по подобию. Но я именно хотел сказать о том, что в любой системе, если вы познаете принципиальную схему действий, если взять тот же самый массаж, человек изучает разный массаж, и затем одни остаются на каком-то уровне простого работника, который массировал, что-то сделал и все, человеку легче немножко, ну и что там. А другой человек, почему-то к нему очередь, почему-то он ценится, авторитет определенный, к нему идут люди, это показатель, вот, люди обеспеченные, богатые, их ведут эгрегоры, их деятельность полностью контролируется эгрегорами, которые заинтересованы в развитии, и к ним приводят вот таких людей, которых они поднимают, скажем так, из-за разрушенного состояния. То есть, почему-то одних получается, а других не получается. Ну и начнем. Итак, психофизика. А за психофизику, вот, нервная система, тут энергия, физическое тело, какие-то движения, отвечает сердечный центр. То есть, если взять систему Гуджиева, где он показывал, что есть человек инстинктивный, иная чакра, который такого животного уровня, ну, мы уже разбирали, у человека приоритет на все материальное, с этой точки зрения он судит и видит все, и действует также. Затем человек эмоциональный, это уровень отношений, зависимость от отношений, и все это уровни сознания, потому что, как мы помним, канал сознания, вот он и, вот эти все семь чакр, все семь чакр, это как семь глаз на семи уровнях, и чем выше у человека уровень сознания, а это его приоритетное действие с этой позиции. человек интеллектуальный, с точки зрения информации он судит, но и опять это все относится к мирам бытия, зависимости от всего, от всего проявленного, потому что это вот как раз эти вот три мира. Сердечный центр, вот это тот центр, который контролирует всю эту деятельность, и здесь либо, скажем так, затмение сознанием, что это центр сознания, когда переживание, низкая частота вибраций закрывается сознанием человека, и он уже становится полностью управляемым и разрушается. то есть это тот уровень, с которого человек идущий, донимающийся, пробуждаясь и очищая, начинает видеть вот эту психофизику проявленную, что и как происходит. Также в сердце, ну мы привыкли, что здесь генератор чувств, это любовь, радость, счастье и так далее, но в древних системах сердце отвечает за ясность, канал сознания, за ясность. Если у человека ясность, то есть он открыт, он видит, что происходит, он может навести порядок, отсюда возникает порядочность этого человека, упорядоченность действия, и умение создавать порядок не только в себе, но и снаружи. То есть вот за это отвечает сердце, умение ясно видеть и создавать порядок. Если человек создает порядок, значит он развивается. И в чем вся суть? Суть в том, чтобы вся психофизика работала на отдаче. Мы помним, все эти чакры, они особым образом выстроены. И вот чакры они принимают, потоки проходят, принимают энергию. Но есть три чакры, которые и отдают. Одна здесь, то есть нижняя чакра, она работает вот из лобка прием, крестец отдача, и промежность это и прием и отдача. Вот эти две чакры увязаны вот таким образом, что они отвечают за единение со Вселенной. Но единение техническое, потому что качественное объединение это от сердца. То есть мы понимаем. Вот простая техника, здесь сфера работает, и чем она шире работает, тем канал сознания раскрывается. И получается вот такое объемное выплывание, скажем так, и объединение с миром. А это чакра ведения. То есть здесь также идет на отдачу и на прием. И это на отдачу сердца и на прием. И вот, если этот центр работает приоритетно на отдачу, то есть на расширение, значит, такой человек ясно видит, создаёт порядок, считается порядочным, и с ним люди хотят иметь дело. Так вот, на психофизике у идущих, ну вот я приводил, например, эту книгу «Весь жизни» Антаровой, там где людей готовых, ну это было сто лет назад, но все равно принципы остались одни и те же, людей готовых пробудиться и реализовывать себя, просто увозили в коммуны, где общим трудом, с помощью друг другу, практиками различными, они формировали на подсознании своем, то есть на вот этих вот движениях в теле автоматических, отдачу себя, себя, как и тело, как и энергию, как и душу. Когда человек формирует на психофизике стопроцентную отдачу, ну в прошлой карме мы смотрели эту отдачу, вот у всех, кто был, стопроцентная отдача на психофизике, то есть человек, тело его готово к тому, чтобы проводить поток. Еще раз напомню, своей личной энергией никто не сможет реализовывать в себе. Она должна направляться на работу организма. Человек наполняет себя чем-то определенными вибрациями, эти вибрации подходят под определенный эгрегор, и эгрегор через него действует, то есть любой человек реализующий себя проводит поток эгрегора. Ну как бы за себя говорю, что если я начинаю вот в таком духе действовать, вот как бы это моя работа, я могу говорить бесконечно, могу двигаться, делать что-то и так далее. Нет ни усталости, ни какого-то падения, скажем так, настроения настроя, то есть энергия в бурли. И вот этот момент, когда у человека сделана эта психофизическая отдача, как раз является решающим, куда он пойдет, вниз или вверх. И вот как это определить? Вот на психофизике много каких-то систем, которые учат отдавать себя. То есть ухаживание, забота, помощь, бескорыстность. Это и формирует в теле вот те реакции, которые позволяют на тонком плане включить вот эту отдачу. То есть чакра начинает работать вот эту приоритетную на отдачу. Но почему вот те люди, которые на отдачу попадают, скажем так, лапы темы? Вот уровни потребительства, которые превращаются в ампиризм. Все начинается с сердца. Вот если человек рассуждает, действует с позиции «мы», то есть в каком-то коллективе, в семье, не важно, там вампиры, потребители где-то на работе, но он действует с этой позиции «мы», когда он и в мыслях, и в словах проговаривания, он не выделяет «я». «Я вот это вижу, я вот это сделал», то человека от «мы», от «единения», он притягивается к тем, кто начинает его обучение. Вот горловой центр, это начало вот реализации. От сердечного к горловому. И его учат отдачи на тонком плане, энергоинформационную. Плотные энергии, тонкие энергии, информация, где он учится отдавать. Если у него включается «я», у него включается «моё». И вот соседняя чакра также включается «моё». Здесь это только то, что касается бытия, а здесь то, что касается как бы общего. Вот у него «моё» видение, какие-то процессы происходят. Он может и в эзотерику погружаться, и в деловой мир. Не важно. У него возникает личное мнение, видение. Понимаете, моё видение? И здесь возникает уже моё дело, моя информация, я так решил. И возникает у него потребительство в себе. Это на автомате всё происходит. И свой взгляд на мир. Как будто левую сторону рассмотрим как негативную. То есть, у него происходит отделение. Тёмные, скажем, силы используют метод «разделяй» и «власт». Активно это вот можно наблюдать по каким-то лекциям каких-то товарищей, скажем так, которые там не товарищи. Это раскрутка эго. Раскрутка вот своего, 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 своего. То есть подчёркивание, что ты вот сам можешь добиться. Вот это вот читал там одно стихотворение у женщины. Большое, что я сама прошла, я сама могу, я сделала и так далее. Никто сам ничего не может. Каждый отдаёт себя какому-то эгрегору. Все ведомы. И люди бытия, это в основном, их ведут эгрегоры рода, которые их отдают вот в подобные. А эгрегоры рода мы уже изучали. Вообще, читайте, Гоча. Тормопсихологам хорошо показывают, что эгрегоры рода выпали из развития, из цикла развития. Потому что началось в другое время, другие частоты, другие вибрации. Для того, чтобы роду перестроиться, надо перестроить всех мёртвых. Потому что связь у всех неправильно королит. И канал связи у всех есть. Понимаете, вот они, как бы вот такая структура рода, родовой связи, она себя вибрирует на, скажем, определенном диапазоне частот. Это низкий частот. И не получится вытащить всех мёртвых и перестроить её. И время единения. Обратите внимание, системы различные перемешиваются. Страны объединяются. Национальности уже не имеют значения. Таковое время, цикл начался определенный на земле. То есть земля объясняла, она шла вниз и теперь пошла вверх. Точка рождения Христа, это была точка перехода. Затем перестройка и теперь вот нога. Цикл это поднятие. И тут идёт ломка. Потому что все рождены потребителями. Ребёнок маленький. Он любит мать, но он потребитель. И это, как бы, входит в наш организм. И мы учимся в школе и мы хотим получить, 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 получить. И вот тут воспитание играет большую роль. Особенно мама. Если она учит ребёнка отдачи, умение заботиться, умение жертвовать. Он останавливает это потребительством. Просто в этом потоке. И эта информация просто входит в него, подкрепленная физическими действиями. Не будем сейчас разграничивать мальчика-девочку. Но именно принцип обучения постоянной жертвенности своими удовольствиями, это вот играет большую роль. И вот возникает у этих людей, которые живут на потребительстве, опять рассматриваем негативный аспект. Возникает на этом центре состояние для себя. И начинается падение. Ну вот по шкале, которую я использую, допустим, стопроцентная. Если у человека стопроцентная отдача, он начинает уже подтягиваться туда, где его учат отдачи на тонком плане. Это руководители все, все среднего звена. То есть эти люди могут проводить тонкую энергию и воздействовать на массы. И этот человек уже не будет, как на психофизике, работать продавцом, грузчиком, просто массажистом и так далее. Он уже будет выступать в роли целителя, и руководитель, и менеджер. Он умеет проводить поток через свое открытое тело, готовое к отдаче. Он умеет проводить поток. Это уровень отдачи уже на уровне души. На уровне духа не будем рассматривать это духовные учителя. На уровне души люди изменяют свое пространство уже на качественное другое. Это художники, это какие-то знаменитости, это подвижники нового. И это те, кто воздействует не просто на свой коллектив позитивно, но и на ту местность, скажем так, в которой они проживают. Если они выходят на международный, скажем так, уровень, то и воздействуют на население земли. Потому что мы помним, что мы когда открываемся, мы соединяемся со всеми живущими на земле. Так вот, если у человека начинается потребительство, у него возникает, вот я вам просто говорю, вот эти вот принципиальные схемы, чтобы вы видели. Постоянное вот это яконя, мое, 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 вот такое вот общее видение, вот я так и вижу. Это оценка, оценка идет. Мое дело какое-то. Так как там один товарищ когда-то увидел, очень интересно говорил ему, говорю там про его семью. Он говорит, знаю я, я забочусь это вот, моя квартира, моя машина, моя жена, мои дети и все он говорил в одном диапазоне таком. То есть для него это одинаково, понимаете, мое. И он ту же самую жену стоял наравне с машиной. Осознанно и общаясь со людьми видно. Это вот эго. И когда у человека возникает это мое, у него прекращается отдача, он же хочет только себе, это мое. У него идет замыкание и возникает вот это состояние себе, возникает свой взгляд только лишь. Из потребительства он плавно начинает переходить на вампиризм, когда он начинает жить только для себя. Опять же из практики я наблюдал, как люди достаточно очень сильные. Одни поднимались, они были все время на отдаче, на готовности действовать для других. И они подводились таким же развивающимся людям. А другие замыкались, начинали жить для себя, какие бы ни были сильные, у них система, эта энергосистема, она замыкалась. Чакры начинали закрываться. Этот человек уже просто не мог не получать ни энергию земли, это вот если брать опять возвращаюсь к нашей теме йоги. А они живут для себя, там взращивается показуха внешней формы, внешнего, что они могут, значит, на автомате у них все это возникает, мое, себе. И постепенно у них начинается вампиризм, это тяжелые вибрации, душа начинает стягиваться вниз. Также многие секты в различных религиях, когда люди замыкаются на себе, для себя или только для своего коллектива, душа стягивается вниз. Ну дальше такой процесс идет, когда душа стянулась, то, скажем, вот это внутреннее я, пока оно у сознания уходит туда, поглощается определенными субстанциями темными. И входит темная сущность, канал сознания, и этот человек становится уже профессиональным проводником темных эгрегоров, и им начинает пробивать, подключать таких же потребителей.